Приветствую всех, с вами Низерамос, мы продолжаем марафон мини-игр по Resident Evil, Extreme Battle, пришла пора заканчивать первый уровень, и заканчивать первый уровень мы будем за мистера Райтхилда. У нас 5 ракет, 7 дроби и капелька пистолета. И вообще нет синего лекарства, если что. Зато уникальный пистолет. Беретта М92ФС, полуавтомат, одна из тысяч. Интересно, что вот эта последняя фраза означает. Что она уникальная? Единственная такая, из тысячи. Или наоборот, что она точно такая же, как и тысячи подобных. Там народ, а чё? Вас так мало. Так, ну вот это преимущество этого пистолета. Как и в измененном режиме в первом Resident Evil, этот пистолет умеет иногда сносить голову. Правда, насколько я помню, это достаточно редкое явление. Но тут вообще пусто. Ну, запас, конечно... Тут не запас, а вооружение, конечно, хорошее. Я думаю, что... Этот за Крис будет на втором месте после Клэр. По лёгкости игры. Хоть у Леона есть магнум, а у Криса нет. Но у Криса заметное преимущество в пистолете. И особенно в дробовике. Крис очень хорошо владеет этим дробовиком. Леон хорошо держит отдачу. В отличие от Леона. Поэтому скорострельность у этого дробовика для Криса раза в два выше примерно. Он же опытный боец. Натренировался. С тяжелым оружием. Но у Леона еще не было возможности натренироваться. Настолько хорошо владеть. Я опять же, как и за всех предыдущих персонажей, играю на зачистку на первом уровне. Постараюсь играть на зачистку на втором уровне. Такой у нас тут. Еще толпучка зомби. Видите, я тут скорострельность офигенную. Спать, я сказал. А с пистолета Крис стреляет примерно так же, как Леон в сюжетке, если у него есть особый костюм. И пистолет не улучшен. Именно по скорострельности. А не по анимации там. Так, мне, пожалуйста, вот эту игрушку. Вот так. Вот и все. Насколько я знаю, кстати говоря, Крис может сделать критический выстрел не только по зомби, но и по собаке, по-моему, по цветку тоже. А, потек. Он потек. Так, тут у нас, по-моему, паук. И паук любит отлетать от одной пули. Дробовикар, насколько я помню. Так, тут ничего. Хорошо. Хорошо. Теперь идем к нулю-двум цветкам. За патронами дробовика. Хм, тут ноль цветков. И нет вообще ничего. Это вообще пустая комната. Ни одного патрона дробовика там не оказалось. Это неожиданно. И я бы не сказал, что это приятно. Скорее наоборот. Не надо. Набралось он, что понимаешь, ребят. И кто у нас тут? Нормально. Три зомби за одну пулю. Спать. Так, тут, по идее, должны быть дрова. Сейчас посмотрим, есть тут дрова или нет. Есть полезные дрова. Агрессивных дров тут нет. Это хорошо. А, нет, зажигалка я не хочу смешивать. Это было бы весьма странное решение смешать траву с зажигалкой. Мы тут это не одобряем. Я вот эту фигню хочу взять. Так, тут 14 патронов дроби. Вот это супер. Почаще бы такое. Сюрприз. Я вот не помню, вообще бывает вот здесь что-то, чтобы далеко лежало. У меня пока ни в одном из заходов не выпадало ничего, чтобы лежало вдалеке. То есть в третьем уровне, например, можно будет, если вот это, ну, в этом помещении лизуны, по-моему, будут на третьем уровне, их можно оббежать, ну, аккуратно. Ну, можно туда зайти, спереть, что там лежит? А? Неохотно мне с вами возиться. Так, патронов к пистолету мало дают. У меня патронов для дробовика больше. Это что-то новенькое. Особенно учитывая, какой у меня дробовик сверхмощный. По урону, я так понимаю, он такой же, как и у Леона, улучшенный. Но именно что... Владение этим оружием, пистолетом, на голову выше. Я бы даже сказал, на две головы. Не стал, не падать. Ладно, так падать можно. Ну и нож можно уже выкинуть. Я нож брал на всякий случай, если у меня совсем плохой рандом был бы и... Ну, не получилось бы вообще хоть чего-то набрать. Так, и... Вот эту штучку тоже надо перезарядить. Берем. Так, одну сейчас траву уберу. А две мы возьмем и просто сейчас их... Сварим в супер смеси. Просто, во-первых, вот здесь возьмем. Кстати, я точно не помню, но я вполне не исключаю, что я впервые Криса как персонажа увидел именно здесь. Потому что у меня первый Разный Тло это был... Именно Разный Тло 2. Уже DualShock версия, в которой, естественно, Extreme Battle был. И, по-моему... Я точно не помню, но, по-моему, я именно здесь Криса впервые увидел. А потом уже первая часть появилась. Или я там уже в первой части играл. Или другие. Но именно знакомство с ним просто вот... Что такое персонаж есть, именно со второй части произошло. Да, куда ты? Какие-то два патрона остались. Ну ничего. Еще успеется. Набрать снова патронов. Ну вот так, две супер-смеси. Красота. Красота. Супер-смеси это здорово. Что, никого? Миленько. Офигеть. Тут три пачки дроби. Хотя, да, кстати, логично, что у Криса дают больше дробовика. Потому что у него же, в отличие от Леона, нет Магнума. Поэтому все патроны Магнума заменены на патроны для дробовика. Так что понятно, почему их больше дают. И это, кстати, хорошо, потому что... Я не думаю, что этот дробовик сильно уступает по мощности Магнуму. Зато у него преимущество по площади. То, что он много врагов сразу бьет. Если, конечно, много врагов в локации есть. А то... Если нет врагов, то, естественно, он никого не бьет. Так, очередью стрелять, конечно, по лизуну это плохая идея. Че, о них... Ладно, я там... Уже после... Ну, то есть, когда я на фабрику вернусь, я там скину с этот автомат в сундук и лекарство поменяю. Хотя одно лекарство имеет смысл оставить с собой просто вот как. На всякий случай. Хотя ядовитых врагов поблизости не так уж и много. Я сейчас хочу травой травой, эту ножик взять. Хотя нафиг. Я этих... Ворона я тоже покажу... Сдрабовичка. Раздробим этих ворон. 15-22. Пробейтесь в полицейский участок, нажав любую кнопку. Раздробирую. Ножку в пистолет подсыпают, это тоже хорошо, пистолет вещь хорошая. Вот так. Я не думаю, что меня сейчас кто-то отравит, но... Красота! О, красота! Дробинка! О, красота! О, красота! О, красота! О, хэдшот! Как видите, критический удар! Такая тушка просто без головы валяется. И понять, где у нее перед можно только по тому, как у нее согнуты лапы. Так, я не буду пока пистолеты перезаряжать, чтобы... Я хочу, чтобы у меня патроны остались вот на этом же месте, где они у меня сейчас лежат. Такая тушка. Какая большая часть... Это какая же сила отталкивания у дробовика, что он просто всех этих ворон в стену впечатал. Офигеть можно. Так, сейчас 0-2 кустиков. Красненьких. Мне что-то кажется, что даже третий выстрел был лишним. Настолько это мощно было. Офигеть можно. Офигеть можно. Ну вот и все. Даже не важно, сколько их там было. Сколько бы их там ни было. Они достаточно больно получили по лицу. Так что им этого, блин, хватило. И они немножечко охранили от такого поворота событий. Офигеть можно. Какая-то... Используйтесь, что это не зеркало. Я не знаю. Офигеть можно. Эти кустиков... Это была одна из них. А не зеркало... Но я не могу. Эти кусты... Эти кусты... Эти кусты... Эти кусты... А, кто здесь? Пока. Все. Успокойся. Успокоилась. Я думаю, после такого выстрела много кто успокоился бы. На две пули дырву и ка офигеть. Магнуму, если что, тоже надо две пули на эти цветы. Даже усиленного магнума. Что-то офигеть можно. И патронов за рыбойку у меня прям много. Это меня очень радует. Прям очень мощная вещь. Так, тут у нас по-моему зомби умы. Умы зомби. Пока. Это он здесь немножко для пистолета лежит. Да, вон у пульта или пистолета нет только у Клоер. У остальных троих есть пистолеты. Разной степени полезности. Кто здесь? В первую очередь пойдем загоним. Закончим эту новую локацию, чтобы уже было все готово. Закончим эту новую локацию. Среди этих зомби такой. Ну и тут все. Ох. Ну он у нас пистолетных патронов Наконец-то стало большим патронов для дробовика Не уверен, что это надолго, но пока так 15 ракет О, замечательно Как раз сделаю себе второе мощное лекарство Готов Теперь отправляемся в другой путь Субтитры сделал DimaTorzok Сразу сходим сюда вниз, потому что В дверь мы потом все равно выходить уже пойдем Так, убери Ну и на всякий случай Можно еще травы взять А то я их знаю Они могут меня где-нибудь рандомно отравить А, ее можно так съесть Я забыл, можно ли просто синюю траву Но оказалось, можно Здесь ничего нет? Почему-то казалось, что где-то В каком-то из вариантов Тут может что-то лежать Прямо в этом водопаде Но, наверное, глюки Или просто какой-нибудь редкий рандом Я не знаю Так, здесь никого нет, точно Стоять Погоди Я только вот так заметил Вот отсюда вообще Там пара пикселей этой коробки видна И все Я чуть не остался без этих патронов Зря я на самом деле актуал убрал Мне желательно с собой пару лекарств таскать Ни одной из них пускай будет супер От всяких ядов А то мало ли кто меня там потрогает за всякое Своим ядовитым плевком Готов? Готов? А тут по-моему у нас лизунские морды Ну а кто же сейчас на первом уровне у нас может сжать? Правильно, больше некому Так, тут у нас зомбиачьи морды Тоже вполне себе наглые Красота Четыре пули потратил Или А3 даже, по-моему И получил Четырнадцать Тут паукозавры Так, тут паукозавры Собачье! Ты угораешь? Да хрень! Так, сначала зачищаем это крыло. Ничего себе! Посмотрите-ка на него, он меня ударил. Интересно, он хорошо подумал перед этим? Первый антивирус. Ну всё. Готово. Так забавно только ноги видны. При этом это не какая-то там что-то, какой-то барьер не дают отображаться. Просто игра сама решила, что она не хочет ничего кроме ног показывать. Так, тут зомби. Зомби-зомби-зомби-зомби-зомби-зомби. Пока. Ну вот и готовы зомби-зомби-зомби. Спасибо, что подождала собака. Это было очень мило со стороны этой собаки меня так подождать. Так, я сейчас зайду, скину антивирус, зачищу холл. Вот в этом крыле. А, стоять. Надо, кстати, одну траву съесть. А то меня там потрогали всякие собаки, всякие вороны. Ну давайте угасим этих терминаторов. Готов. Всего лишь на одну пулю больше потратили. Да, вон он лежит. Так, теперь сваливаем. Мы идем зачищать сначала то крыло. Восточное. А, это он сохраняет. Я думаю, что музыка изменилась. Что за приколы? Оказывается, вполне обоснованные приколы. Как ты попал? Нифига себе. Я вот сейчас, когда доберусь до тупика, в который я сейчас иду, я залечусь до конца. Тут просто зеленую с красной смесь съем. Ой, я еще и умудрился выжить. Так, сейчас будет пачка птичек. Восемь штук, если я правильно помню. Четыре тут и четыре с той стороны. А может быть и меньше. Готово. Ну конечно, забавно, что вот эту комнату решили сделать, вот комнату сохранения. Даже тут, блин, сундука нет, игра. Нахрена тут музыку делать. Я думаю, меня собаки сейчас не потрогают. Как бы я потрогал тушку, я не знаю, это тушка наносит урон или нет, которая уже без башки. Смотрите-ка, второй антивирус. Как-то они у меня часто здесь находятся. Так, ну сейчас я иду в сторону подвала. Потому что вход в подвал у нас в этом крыле. Я хочу сначала это крыло зачистить, а потом то. Итак, немножечко меняю порядок, в котором я зачищаю локации. Потому что кем-то я по пути Ханка чисто следую. Кем-то наоборот. Причем, я думаю, сразу схожу именно в подвал. То есть иду сюда и сразу в подвал. Игнорируя то, что... Еще первый этаж потом зачищать. Первый этаж после подвала. Так, и тут у нас господин собака будет сейчас. Или нет? Ха. Странно. Я не помню эту локацию без монстров. А, боеприпасы на месте. Хоть и не в максимальном количестве, а только... А сколько там? Три пачки из шести, но все равно. На месте же. В смысле? Ладно, хрен с тобой. Всего один. Давайте я попробую с пистолета кустики пострелять. А, тут нет кустиков. Здрасте. Приехали. И третий антивирус здесь. Офигеть. Опять у меня все бомбы здесь находятся. Как-то рандом любит мне вот эти места давать. Не, ну это мне в принципе не так страшно. Ничего такого плохого в этом нет? Красота. Вот это я понимаю, а не арбалет с кольта САА против этих тиранов. Просто одна обойма и два тирана сдохнули. А это далеко просто был. Я думаю, что-то никак не готов. Так, и тут нам патронов так прилично подсыпали. Еще три пачки. Давайте немножко с пистолетом побегаем. Ну, кроме всяких лизунов, конечно. Хотя, кстати, если лизун один... Давайте сходим посмотрим. Если он один, то можно его и потрогать. Семь патронов получается, да? И припасы тут прям хорошие в этой комнате. Так, ну я иду вот туда. Мне нужно два антивируса выкинуть. Я сейчас конечно нахрене, если у меня третий, точнее последний антивирус будет в том же месте. Готовы? Готовы? Что-то, кстати, хорошо. Что в отличие, от мини игры в Resident Evil Zero, нам не надо таскать все эти антивирусы с собой. То есть мы можем их спокойно убрать. Это мощно. Теперь отправляемся в другую сторону подвала. Там у нас еще будут свои приколы. Но пока без особой жести, насколько я помню. Стоять. Я вот сюда хотел зайти. Так, две травы. Технически мне этого явно хватит. Ну, конечно, тут еще есть. И, конечно же, я не против. Готов. Три полных лекарства у нас. Так, тут птички. Потом пауки, насколько я помню, в следующем помещении. Птички. Пять птиц. Не попал. Вот, смотрите. Все-таки выпали из паука маленькие паучки. Это достаточно редкая фигня, но... Все-таки это бывает в этой игре. Я не знаю, бывает это в сюжетке или нет. Птички. Чтен. Птички. Три полных лекарств. Птички. Птички. нет надо что все таки не совсем такой же рандом как первые два раза у меня был так сейчас тут будут будут облизуны да облизунился загадочно тут никого нет спать собаки я сюда просто зашел здесь делать нечего затем фонт сохранения там может быть как парочка каких-то патронов скорее всего дробовик пачек заодно немножечко расслабим атмосферу он я не буду скидывать лекарства просто следующий кажется я уже брать не буду явно смысла нет за криса нет такого врага который может меня прям сильно прибить с таким-то вооружением пока я у меня разумеется есть боеприпас так пора выходить из подвала идем в комнату где это комната каких-то совещание не совещание а конференций и и и и и и и Так, мы сейчас в холле в офисе окажемся, в восточном. Но тут сейчас будет еще, возможно, до трех облизунов. Спасибо, Лизун, подождал. Хороший товарищ. Явно был человек в чести в свое время. Ох, офигеть, три хатшота. Еще два хатических удара. Не, в этом коридоре как-то офигеть, четыре хатшота и две руки снял. Это прилично. Два. Два. Два зомбика. Первый раз я, по-моему, на этой сложности, ну, вот именно за вот эти несколько прохождений, я имею ввиду, вижу тут два зомбика. Я, по-моему, два раза было по одному и один раз, по-моему, ноль было, если я не ошибаюсь. Моё. Моё. Да, ну что, антивирус у нас здесь где-то? Нет, антивируса здесь нет И цветков тоже нет Ну все, это крыло зачистили Теперь идем зачищать Западное крыло Там тоже три этажа Правда в восточном три этажа Это второй, первый и подвал А в западном это первый, второй и третий И третий совсем крохотный Ну а центральный вот холл мы уже зачистили На втором этаже Давайте через эту комнату пойдем Здорово Тебе тоже здорово Так, а тут по-моему цветы что ли? Хэдшот, блин Офигеть, первый цветок, который выжил после двух попаданий Из дроби Возможно не последний даже Так, тут тоже нет антивируса Допустим, где же он? Ну осталось, кстати, всего пара мест по-моему Офис Старос и третий этаж МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пауки! Да, прилично так дроби, и тут у нас Субакины, и первый этаж на этом будет зачищен. Ну только посмотрите на этих лягушек. Прыгают они блин на меня. Офигеть, 91 дробь просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй этаж. Я не пойду в Дарк Рум в таком-то сохранении, там просто три травы можно взять. Мне это не нужно. Три близуна я вот в этом коридоре ушатал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И не вставай. Тут от нуля до нескольких собак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это я помню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я в офис-старт заглядывать не буду. Если там бомба, то я оттуда все равно вернусь. Если там нет бомбы, то мне туда и не надо. Потому что предметов там нет, врагов там нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это определенно. Набор оружия явно сильнее, чем у Леона. Этот дробовик. В такой форме. С таким мастерством. Я даже не побоюсь этого слова, что он в чем-то, я уверен, спокойно превосходит гранатомет. Это при том, насколько я обожаю гранатомет. Насколько он имбовое оружие, на мой взгляд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, это были последние враги, насколько я понимаю. Ну, не считая мелких паукозавров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, кстати, не сходил в комнату в архив. А, ну вот, мина. Значит, берем ее и уходим. Ну, в архиве у нас просто мелкие паучки и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Офигеть. ЗАКРИС я по-моему прошел даже быстрее, чем ЗАКЛОЕР. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА это как так вообще может быть непонятно иногда мы закончили с первым уровнем халява закончилась второй уровень уже будет достаточно серьезным не скажу жестким жестким он не будет только для одной дамочки не будем указывать пальцами ну кроме этой одной дамочки на втором уровне проблем я тоже не жду но там уже будет достаточно впритых я считаю ну опять же еще и зависит от рандома миссия завершена сейчас посмотрим какой результат ну серия конечно учитывая что это полный заход с зачисткой серия очень даже короткая я считаю получилось меньше часа внутриигрового я благодарил всех за внимание оставляйте свои комментарии и до новых встреч в следующих сериях уже на втором уровне всем пока пр replicate миссия завершена миссия завершена